Здравствуйте друзья, в этом обзоре я расскажу про очень полезное приложение, разработанное в рамках проекта ZigStar, которое сильно облегчает процесс обновления прошивок на LAN и USB координаторах, на базе таких чипов как CC2538 плюс CC2592, CC2652 и им подобных. Сразу оговорюсь, что не все CC2538 могут прошиваться таким образом, старые версии можно обновлять только через программатор. В этом видео я в основном показываю стик Sonoff ZBDunglePen на базе CC2652P, но все аналогичные действия я проводил и на самодельном CC2538 плюс CC2592. Также в этом видео я не буду поднимать вопрос стабильности различных версий прошивок, чтобы не выходить за рамки темы, но хочу посоветовать не гнаться бездумно за новыми версиями прошивок, а обновляться лишь только в том случае, если в старые вас что-то не устраивает. Итак, в качестве подопытного у меня будет стик Sonoff CC2652P, про который я недавно рассказывал. Вот остатки тестовой сети из того обзора, только без координатора. Версия прошивки от 20 января 2021 года. Забегая вперед, на дату обзора лучшей версии еще нет. Останавливаем аддон zigbee2mqtt. Ссылку на скачивание приложения вы найдете в описании под видео. Актуальная версия на сегодня 0.3.2. Есть версия и под mac и под windows, мне нужна последняя. Для начала рассмотрим функциональность по работе с NVRAM энергонезависимой памятью стика. Для этого просто подключаем его к свободному USB порту. Запускаем приложение, нажимаем на оранжевую кнопку обновления и оно определяет компорт на котором находится стик. Слева раздел NVRAM. Нажав кнопку чтения и указав путь для сохранения, выгружаем содержимое памяти в отдельный файл. Вот его содержимое. Стирание памяти стика помогает для исправления целого ряда проблем, связанных с некорректной работой стика. Сбоев при старте, соединение устройств многих других. Теперь для сравнения еще раз сохраним память в файл. Размер менее 1 килобайта внутри файла по большей части нулей. Всегда можно вернуть сохраненные данные обратно в память. Последняя версия прошивки для CC2652P находится в репозитории создателя zigbee2mqtt. Ссылку я оставлю в описании. Еще раз повторю прошивайтесь только в случае реальной необходимости. Ищу файл соответствующий моей модели стика. В моем стике нет функции AutoBSL, поэтому мне пришлось извлечь его из корпуса, чтобы получить доступ к кнопке boot. Ее нужно зажать, только потом подключить в USB, запустить процесс прошивки и через пару секунд отпустить. Выбираем файл прошивки. Отмечаем пункты стереть, записать и верифицировать. И запускаем процесс. Через пару секунд отпускаем кнопку boot. Все точно так же и для стика на базе CC2538, только тут кнопка называется Flash. Для удобства тут мне пришлось использовать небольшой удлинитель. Тут используется прошивка с проекта JetHome, ссылку вы также найдете в описании. Еще раз напомню, в рамках этого обзора я не рассматривал вопрос, какая прошивка лучше или хуже для того или иного стика, только сам процесс. В остальном процесс аналогичен, выбираем файл. Отмечаем чекбоксы. Запускаем процесс и через пару секунд отпускаем кнопку. Перепрошитый стик подключаем обратно к инстансу умного дома и запускаем аддон. Тут кстати стоит стик Sonoff CC2652P. Наблюдаем за журналом на предмет ошибок, пока он не запустится. Прошел запуск и видим сообщение от устройств. Устройства видны и работают. Проверяем версию прошивка от 8 июля 2021 года. Это видео не является призывом бежать и ставить самую последнюю версию прошивки на стик. Это довольно специфичное устройство и если все работает нормально, лучше ничего не трогать. Что касается обновления конкретно Sonoff CC2652P, на дату обзора рекомендую оставлять ту, что из коробки. На данный момент я провожу наблюдения за другими версиями прошивок и когда буду уверен в их стабильности и надежности сделаю отдельное видео. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не подписаны на мой канал, не поздно сделать это прямо сейчас. В описании под видео вы найдете несколько полезных ссылок, кроме указанных в обзоре, еще на мой телеграм-канал, на каталог устройств умного дома и другие. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok